Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 21 июня. В этот день в 1797 году родился Вильгельм Карлыч Кюхельбейкер, русский поэт, общественный деятель, декабрист. Ему было 12 лет, когда умер его отец. Несмотря на тяжелое финансовое положение семьи, Вильгельм получил хорошее образование. Поначалу он поступил в частный пансион Иоганна Фридриха Бринкмана, который славился своей сильной учебной программой. Учеба давалась ему легко, и в 1811 году Вильгельм выдержал вступительные экзамены и был зачислен в Царскосельский лицей. Самыми близкими лицейскими друзьями Кюхельбейкера стали Александр Пушкин, Иван Пущин, Антон Дельвик. Сразу же после окончания лицея в 1817 году Кюхельбейкер вместе с Александром Пушкиным был определен на службу в коллегию иностранных дел. В 1820 году по протекции Дельвига Кюхельбейкер отправился во Францию в качестве секретаря директора императорских театров Нарышкина. В Париже он читал смелые и вольнолюбивые лекции по русской литературе, за что принудительно был выслан обратно в Россию. В 1822 году служил чиновником особых поручений при генерале Ермолове на Кавказе, где познакомился с Грибоедовым. В 1825 году Кюхельбейкер возвращается в Петербург, где за две недели до восстания декабристов был принят в Северное общество. После событий на Сенатской площади он пытался бежать из России, но был опознан, пойман и арестован. Вильгельм Кюхельбейкер был приговорен к 20 годам каторги. Впоследствии наказание было заменено ссылкой в Сибирь. Умер Кюхельбейкер от чахотки в Тобольске в 1846 году. Кюхельбейкер от чахотки в Тобольске 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 в Тоболь